Всем привет, и мы в Праге! Ю-ху! Как хорошо цветет... Тепло, водопад... Кайф! Я так вчера замерзла... У меня шатвэтости Голос прорежут... У тебя такой хуй подогрев. Когда я вот начала вообще в принципе думать о своем сознательном возрасте о путешествиях, Прага была первым городом, куда я планировала вообще поехать. Рано или поздно это должно было случиться, как говорится. Мы в Праге. Ну, хочется отметить где роду. Да, мы ехали по Чехии, подъезжали в Прагу. Повсюду были леса, дороги хорошие. Биткоины продают. Мы долго стояли на остановке, не могли понять, как оплачивать билеты за трамвай. В итоге проехали зайцами. Мы сняли деньги, мы честно хотели купить билеты у водителя, но к водителю было вообще не подойти в трамвай, он загорожен был перегородкой. А смс-кой не получилось оплатить. Прокатились зайцами. Походим в Пороховой башне. Похоже на Тауэр Бридж в Тургомбане. Идем по Арбату в Праге. Ну и у меня все, что пешая улица с кучей магазинов, толпой туристов на Арбат. Пороховой билеты, расправили в Тургомбане. Удиви и билет с мира сетей под сетей подocять. Леговая билет на Арбат. П summon найти его с химического Монктура к нам. Слабили, он не хочет взять билет на страме и токе. ВIt dreamed, и ведь медленно было пешкой. И а потом сравнили, что клуба просветится. Слушай, ну не зря сюда едут, я тебе скажу. Мне кажется, мы нашли идеальный туристический город для русскоговорящего жителя. Это Прага, тут куча достопримечательностей, недорогие цепи, и многие говорят на русском языке. Чешское пиво, опа-на. Я думаю, уже надо начинать. Позади меня находится Тынский храм, который датируется XIV веком. Кстати, Прага была основана аж в VIII веке на берегу реки Вултава и известна также как город Сташпилей. Слева от меня находятся пражские куранты. Это третьи старейшие в мире астрономические часы и старейшие действующие часы в мире. Рыцарские доски. Тут так интересно принесли. Ну вот пустая тарелка с кучкой чего-то. Я такая уже про себя такая позитивая, у меня оказалось еще какая-то чашечка была с бульоном, и она прям в реке наливает бульоном. Это традиционный картофельно-чешский суп. Сейчас будем пробовать. Чуть-чуть грибочки чувствуются. Немножечко прислала, хочется добавить специй. Паштет сверху покрытый мармеладом. Паштет из красивой печени. Это просто реально. Тает во рту. Это не сахар или что? Как мороженое, я не знаю, но очень вкусно. Просто во рту тает. Что это? Сейчас попробуем. Похож на виноград. Сладкий. Вполне возможно, это и есть виноград. Я-то думала, что мы все поели, оказывали. Что-то я не ожидал, что такая порция будет. Что это такое? Немножко утки. С капустой. Такие-то библиотики. Мы вот кузьминки не кушали, да? Тоже так же подали с капустой. Вкусно. И у меня какой-то методикон без говядины. Я предлагаю здесь остаться. Здесь еда есть и красиво. Здесь есть и красиво. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пластиковые окна, чтобы не портить облик города Также нельзя ставить спутниковые антенны на крыше домов В Праге находится музей Apple Очень странно вообще, как они... Почему они здесь решили открыть этот музей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Карлов мост был открыт в 1380 году И соединяет исторические районы Праги, Малострана и Старое Место Длина моста 520 метров, а ширина 9,5 Мост украшен скульптурами, которые являются точными копиями скульптур Установленных на мосту еще в 17-18 веках Гулять по Праге – одно удовольствие Это один из тех городов, куда хочется вернуться вновь Большинство достопримечательностей сконцентрированы в более или менее одной зоне И поэтому пользоваться общественным транспортом нет особой нужды Хотя город обладает развитой сетью трамвайных линий, метро и автобусов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень красивый город Перебежим, может? Так, по-бырому? Хороший день, обычно С зайцами ездим, бегаем, не положено вместе Да мы с тобой вообще бандиты Бонни энд Клайд В самолете как проносим Вообще столько у нас приключений Как оказалось, в Праге достаточно сложно приобрести билет на общественный транспорт Он продается не везде Он продается либо в таких вот желтых автоматах, которые стоят не на всех остановках Либо, короче, надо спускаться на какие-то определенные тоже станции метро В общем, на самом деле, это очень все неудобно И вот если мы сюда, когда в центр ехали, с Ленатом проехали зайцем Потому что просто не смогли оплатить То сейчас все-таки мы решили взять билетик И, в общем, сейчас и будем купать У меня есть мексиканский Попробую карточку Подожди, почему 4? Это ты? Я не знаю Как я делаю это? Экзит 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 Все? Все? Все Два билетика по 30 минут Получается, мы можем ездить не только один раз Мы можем проехать одну остановку Там на это уйдет 2 минуты И у нас останется еще 28 минут Мне кажется, здесь красивее, чем в Париже Потому что здесь все сконцентрировано В одном месте Мне нравится то, что все можно пешком обойти Спускаемся в метро Мы обратили внимание, что здесь в метро рекламы вообще нет Мы увидели вот один лейпунт в конце платформы Это, пожалуй, все Если в Лондоне, допустим, на противоположной стороне рельс Там все обвешано было То здесь, как вы видите, вообще ничего Сиди Сиди Телек Тут балкон С кучей соседей Как кровать? Так Удобно Здесь ванна, километр Все, что надо, есть Продолжение следует... Продолжение следует...